В Чухломском районе В 1929 году была закрыта самая крупная киноустановка в селе Судайки. Резко сократилась посещаемость городского кинотеатра. В эти сложные времена дирекцию по кинообслуживанию в Чухломском районе возглавлял гармошок Владимир Павлович, проработавший директором с 1989 по 2001 год. Под его руководством коллектив дирекции сделал все возможное для сохранения кинофикации в районе. Несмотря на все трудности, городской кинотеатр удалось сохранить, тогда как в соседних районах области происходило почти повсеместное их закрытие. Продолжила свою работу и киноустановка в Веденском. Кино в Чухломском районе продолжало жить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Знаю, над укропея могло, mole к достойной по контролям и цыганка сама вдруг поверила в благородным своим королям. Ну, что сказать, не Pacific Cokk. Желают знать, желают знать, что улыбки. Время рушит гранитные замки, заносит песком в водах. Но для каждой в руках у цыганки не имеют значения, когда Сердце млеет, когда не внимая, и на всех перекрытых земли. Выражения лиц не меняя, благородная льва каролина. Что сказать, что сказать, устроены, как люди желают знать. Желают знать, что улыбки. Что сказать, что сказать, устроены, как люди желают знать. Желают знать, желают знать, что улыбки. Погадай, 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 погадай. Что сказать, что сказать, устроены, как люди желают знать. Желают знать, желают знать, что улыбки. Что сказать, что сказать, устроены, как люди желают знать. Желают знать, желают знать, что улыбки. Желают знать, что улыбки. Желают знать, что улыбки. Желают знать, что улыбки. АПЛОДИСМЕНТЫ С 2001 года и по настоящее время городской кинотеатр возглавляет Ирибина Нина Валентиновна. Нина Валентиновна. Инициативный, целеустремленный и знающий руководитель. В нелегких условиях остаточного финансирования, устаревшего оборудования, скудного кинорепертуара, бюроконатических приборов, ей удается достойно продолжать работу своих предшественников по развитию кинопоказов ЧУПа. Нина Валентиновна активно привлекает небюджетные средства для ремонта зданий кинотеатра. Изыскивает новые формы для привлечения зрителей. Заключает договоры с образовательными учреждениями района. Просим Нину Валентиновну подняться на сцену и рассказать нам о сегодняшней дне кинотеатра. Уважаемые гости, ветераны, приглашенные. Я очень рада видеть сегодня в нашем зрительном зале всех вас. Потому что вот такого праздника, вот что я еще не работаю, у нас не было. Кино, оно как вроде было по остаточному принципу. А нынче мы празднуем год кино. Ну, здесь уже как историю кино мы по видео увидели. И Маргарита Павловна рассказывала, Миша Шийков много рассказал. Я расскажу не вкратце, а о своей работе, которую я, в общем, здесь провела. В Чухландскую дирекцию киносети я попала, можно сказать, случайно. В дирекцию киносети бухгалтера Валентина Васильевна ушла. И место было свободным. А у меня здесь сестра, Лена Ростова. И, в общем, она... А я уже отработала бухгалтером в Межевском районе, как после техникума. И она меня пригласила. Ну, что же делать? Работать надо. Все времена были такие, что где-то надо было устраиваться. И вот я приехала в киносети. Конечно, в начале было это как-то страшновато. Но ничего. Все справилось с работой. Научилась многому. В тот период, конечно, киностановок у нас было 32 киностановки. 60 человек работало. Люди все добросовестные, со стажем. Ну, были и молодежь. Много молодежи, конечно, было. Работали все ответственно. И с нас спрашивали, и мы спрашивали. Вот. Потом так вот это все шло, можно сказать. Перестройка. В 2001 году Владимир Павлович у нас ушел с работы. И вызвал меня Николай Викторович Николая. В общем, предложил директором кинотеатра. Ну, как киносети-то уже не было, а был только кинотеатр. Но еще сюда и в Егенске существовали. Ну, я говорю, Николай Викторович, как я тут смогу? Я, во-первых, бухгалтером это работала. Все справится. Ну, вот, решилась. Решилась. А ведь я этой работы-то, в принципе, и не знала. Я только бухгалтерскую знала работу. Как считать деньги. А как руководить, я еще не умела. Ну, в общем, сразу свалились, можно сказать. Никто, по власти никто не делал. Спрос был как положено. Кинотеатр в это время, конечно, вина тут не то, что нас, руководителей, а было такое время, что финансирование уже прекратилось. Ну, значит, ремонты уже, в кинотеатре это уже вообще ничего не делалось. Вот. Поэтому пришла, значит, тут все, можно сказать, разруха. Ну, какая разруха? Вообще, как уравли, где тепло везде, окна тоже остекленные, это все холодно. Котельная у нас была, ну, отсоединились от Гермеса. Ну, тогда не Гермес, а Райфу было. Потому что по затратам что-то там не получалось. В общем, свалились. У меня проблемы. Ну, думаю, взялась за курс, не говорить придусь. Пришлось все начинать. Начали, конечно, начали работать. Вначале кино, ну, оно было, конечно, было, но, допустим, в садики у нас ходили очень легко. Наладили работу с садиками. Со школой пробьем на группу. У нас очень много ходило детей. Потом сеансы у нас были и взрослые. Вот я тут немножечко цифр отписала. В 2001 году выручка от кино у нас была 5100 рублей. В 2002 – 12000. А в 2003 – 12200. Вот. Оно как-то вот вроде немножечко мы стали, ну, зарабатывали. У нас главная проблема была, вот когда я уже пришла в кинотеатр, у нас была очень огромная задолженность по зарплате. Тут же деньги не выдавали, так, по авансам только. И в 2004 году мы тут с администрацией в 2004 году нас соединяют к районному отделу культуры. Заведующей в то время была Татьяна Вячеславовна Налетова. В общем, мы завестными усилиями начали разруливать эти все дела. Закладу за должность сразу же у нас была погашена. Все стало как-то на свои места. Но дальше… Вроде как не стало хватать денежек нам от кино. Потому что доставка кинобанок у нас вначале была с Галича, потом нас перевели в Кострому. А с Галичем, чтобы привезти кинобанки, их по сто штук привозили сюда, надо было деньги платить. Потому что уже договорные отношения. Ну что, мы тут начали думать, что же нам делать. И в это время, значит, у меня Еридин Максим, он оформил свое предпринимательство, индивидуальным предпринимателем стал и решил открыть у нас в кинотеатре Бильярд. Но мы тоже с тем условием, ну с ним договорились, что он нам, вот фойе, большое фойе, он его отремонтировал, а не просто так, чтобы было. Вот нам это все сделали, у нас одна проблемка снялась. Фойе у нас уже было клинично. Дальше мы так начали, вроде того, что денежки зарабатывать, торговлю начали приглашать. У нас начались постепенно, постепенно началось немножко обновление. Вот, не дадут соврать, Сергей Павловна, она всегда посещает нас. И вот все это делается. Немножечко мы начали стараться. Потом мы закрыли крышу, потому что она у нас затекла, это 70-х годов, наверное. Как-то это не ладилось. Дальше, в общем, с Бильярдом мы тут... Не можно сказать, что потом... Потому что не стали население, не стало ходить. Вначале как-то вроде оживилось это все, а потом что-то население перестало ходить. Ну, и это все закрыли. Мы стали сдавать помещение по-другому. А потом, значит, вот, когда у нас уже это... Доставка кинофильмов со стороны, но я уже говорила, что она очень дорогая. У нас получилась такая задумка, что нам надо видеопроектов. Как-то они более охотно стали идти, потому что много новых фильмов. были у нас... Ну, дальше... Все... Вкладывалось как? В общем, решили... В кинотеатре было холодно. Решили мы делать пластикового угла, чтобы тепло загонять в кинотеатр. Сделали пластикового угла. Потом думала, что же, перец надо это ремонтировать. Сделали перец. Потом уже у нас... У меня глава поселения начал подбивать на такую, можно сказать, работу, что надо сцену нам увидеть. Потому что у нас только... Сцена была очень маленькая для выступления вот артистов или что, а мы уже стали принимать концерты. И... Вот в 15-м году... В 15-м, это, наверное, в апреле месяце, нам Алексей Борисович Баранов прислал бригаду. Значит, потолок сделали как-то за счет городского поселения, а остальное уже мы приезжали своим коллективом. И все, мы как-то... У нас сладненько получилось, мы все подбеделали. Вот. Вот теперь нам, по-русски, дело в год кино. Может быть, я надеюсь на это. Потому что, когда была быть выборная агитация, я, по-русски, Владимир Дмитриевич и Алексей Борисович, нам обещали кресло и надеяться. Потому что они уже старели, и надо бы остановить. Вот, если это нам сложится, это у нас в год кино, но это будет большой правильный для нас. Ну, в заключении, конечно, я больше ничего не буду говорить, потому что все постали. Я хочу поблагодарить своих ветеранов, что они... Потому что уже ветераны у нас старенькие. Вот, Галина Михайловна Котова уже 85 лет. Приехать она не смогла. Кротов Алексей Иванович. Ну, и многие другие. Вот, что у нас пришли ветераны, я им очень благодарна, что хотя бы праздник у нас получился. Спасибо всем! До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ К цену приглашается заместитель главы администрации Чухомского муниципального района Тамара Ивановна Думягина. АПЛОДИСМЕНТЫ Призрешите от всех сегодня благодарных зрителей от администрации Чухомского муниципального района вручить вам почетную грамоту. Ярыкина Нина Валентиновна за благолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие кинофикации в Чухомском муниципальном районе и в связи с открытием года российского кино в Чухомском муниципальном районе награждаться почетной грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые работники кинематографии нашего Чухомского муниципального района, уважаемые ветераны, конечно, благодаря тому, что сегодня вы у нас были столько лет, дарили праздник, радость, приобщали к великому миру искусства и кино и весь наш Чухомский район, вам низкий поклон. И сегодня все, кто сегодня присутствует здесь, а особенно молодежь, молодое поколение, учащиеся в Чухомской средней школе, которые сегодня приглашены на открытие российского кино на территории Чухомского муниципального района, и сегодня они будут знать вот люди, которые делали историю им аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Даже не просто по нас слышали, они скажут, а я их видел, а я с ними жил, они любили нас и передали тепло своих сердец. Мы будем помнить всегда! И за это огромное, огромное вам человеческое спасибо И от всех вам низкий поклон, здоровья и удачи вам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я любил одну милую Дорогую, хорошую Сколько слов было сказано Сколько было раздрошено Я дарил голубые все цветы Полевые я ей сердце свое подарил Потому что любил, потому что любил Потому что я очень любил Но она не ответила Обманула, слуха вела И с любовью несчастною Одиноким оставила Отцвели голубые все цветы Полевые я ей сердце свое подарил Так зачем я любил Так зачем я любил Так зачем я так сильно любил Так зачем я любил Так зачем я любил Преодолев все стадии своего развития Кино по-прежнему является необычным Завораживающим миром для многих зрителей И завершить наш праздник хотелось бы словами Старейшего киномеханика Судайской киноустановки Анатолия Александровича Иванова Сейчас некоторые говорят Что кино уже не восстановить Я в это не верю Кино будет востребовано Россия всегда была богата талантами Найдутся хорошие режиссеры Которые снимут отличные фильмы А будут хорошие фильмы Будут люди, как и раньше Приглашать друг друга Пойдем сегодня в кино Пойдем Приглашаем всех ветеранов И работников кинофигации На сцену Маргарита Павловна Егорова Владимир Павлович Гармашов Нина Валентиновна Ярыгина Владимир Козлов Михаил Шейко Любовь Шейко Татьяна Федорова Валентина Домачева Галина Смирнова Николай Кузнецов Михаил Кириллов А сейчас молодое поколение Чухломячей Учащимся в Чухломской средней школе Вручит ветеранам благодарственные письма От главы Чухлевского муниципального района И цветы от председателя Костромской областной думы В знак благодарности и уважения Под ваши громкие аплодисменты 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 Спасибо. 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 И в конном сердце от песни веселой Она скучать не дает ни рога И любят песню деревни и села И любят песню большие города Нам песню строить и жить помогает Она как руки зовет ее И тот, кто с песней по жизни шагает А вдруг, когда и нигде не пропадет Мы все забудем, поймем и откроем Холодный полюс и стоп-голубой Когда страна нам прикажет героем У нас героем становится любой Нам песню строить и жить помогает Она как руки зовет и ведет И тот, кто с песней по жизни шагает Он никогда и нигде не пропадет Мы можем петь и смеяться, как дети Среди упорной борьбы и груда Ведь мы такими родились на свете Что не сдаемся нигде и никогда Нам песню строить и жить помогает Она как руки зовет и ведет И тот, кто с песней по жизни шагает И тот, кто с песней по жизни шагает Тот никогда и нигде не пропадет И то, кто с песней по жизни шагает С теми, кто с песней валют С годом кино, с уважаемыми ветеранами! От всей души говорю вам спасибо за ваш легкий труд. Крепкого вам здоровья, счастья и процветания на долгие, долгие годы. Ну а мы говорим вам до свидания и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!